Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Криптовалюта Монеро установила новый исторический максимум, пробив отметку в 155 долларов. Платформа NEM подпишет меморандум о сотрудничестве с Национальным космическим центром Казахстана. В России легализован первый токен под названием BioCoin проекта «Лавка-лавка». Бизнесмен Борис Акимов строит на Вологодчине ковчег, чтобы укрыться от апокалипсиса. Анонимная команда стартаперов запустила ICO, цель которого отправить Виталика Бутерина в тренажерный зал. Итак, погнали, пробежимся по рынку. Биток приостановился отдохнуть, но тем не менее не оставил без работы трейдеров. Он гуляет на отметке от 8 до 8200 баксов, а эфир проломил 425 долларов. И непонятно, когда остановится. Монеро на этой неделе тоже не кисло поднялся. Они зафиксировали новый исторический максимум, пробив отметку в 155 баксов. После двух месяцев упадка цена Монеро совершила рывок и установила новый исторический максимум, превысив отметку в 155 долларов. 22 ноября около 11.34 была достигнута отметка в 157 долларов 98 центов. В результате криптовалюта побила свой рекорд, установленный 28 августа в 150 долларов 27 центов. За неделю цена XMR выросла на 27,07%. Кстати, на фоне этой новости разрабы аппаратного кошелька Ledger анонсировали скорую интеграцию Монеро, Кьютум и Стеллар. Ripple тоже не остался в стороне. На этой неделе система монеты будет задействована для моментальных платежей между Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией и Сингапуром. Национальный банк Расальхайма, занимающийся обслуживанием частных и юридических лиц в УАЯ, заключил соглашение с блокчейн-стартапом Ripple, в рамках которого его клиенты получат возможность отправлять мгновенные трансграничные платежи клиентам банка Axis Bank в Индии. Об этом пишет Emirates News Agency. «Благодаря блокчейн-решению от Ripple, которое мы используем для совершения международных платежей, наши клиенты могут без труда отправлять деньги в режиме реального времени. Присоединение к сети Ripple не только согласуется с нашей блокчейн-стратегией, но и позволит нам расширить возможности в области розничных платежей», заявил глава Рокбанк Питер Ингланд. А еще 23 ноября Ripple был добавлен в листинг на биржу Хобби. Полноценная торговля начнется 24 ноября с 14.00. В прошлом выпуске мы публиковали рейтинг самых успешных ICO, и, похоже, в него можно добавить еще один. Финансовая контора CyberTrust привлекла более 11 миллионов на закрытом раунде ICO. Финансовая компания CyberTrust, позволяющая легитимизировать криптоактивы в ходе закрытого раунда, привлекла более 11 миллионов долларов, превысив поставленную цель сбора в 7,5 миллионов. Всего к началу при ICO команда планирует собрать 18 миллионов долларов. Это группа компаний, предоставляющая услуги по хранению, торговле и управлению криптоактивами для институциональных инвесторов. Компания является разработчиком сервиса OpenSecuritization Platform, с помощью которого инвесторы смогут секьюритизировать свои криптоактивы и оперировать ими как традиционными финансовыми инструментами. Владельцы токенов от CyberTrust получат возможность конвертировать свои криптоактивы в Global Crypto Notes – криптоноты, и таким образом смогут использовать их в качестве традиционного инвестиционного инструмента. Подробная информация о проекте находится под этим видео. В понедельник, 27 числа, у CyberTrust начинается пресейл. Кстати, аудит секьюритизации будет проводить компания Ernst & Young. Погнали дальше. Малайзия на днях поделилась с Казахстаном своим богатым опытом в применении блокчейн. Представители платформы NEM и Малайзийской ассоциации блокчейна устроили крутой брейншторм в Астане. Провели закрытую конференцию для космонавтов, заехали в гости к студентам Института Назарбаева, да еще и NEM-event провели напоследок. По приглашению национальной компании «Казахстан-Гарыж-Сапары» в Астану прибыла делегация ассоциации «Аксесс-блокчейн» Малайзия. Передает корреспондент Мия Казенформ. Главный вопрос, который обсудили во время встречи в Национальном космическом центре, был посвящен возможностям использования технологии блокчейн в деятельности нацкомпании, реализующей масштабные космические проекты, сообщает пресс-служба КГС. Как стало известно, в настоящее время компания «Казахстан-Гарыж-Сапары» уже сотрудничает с авторами программы Blockchain-M с целью создания электронного ключа для передаваемых своим клиентам космоснимков. Это позволяет сделать доступ к снимкам персональным. Стороны договорились продолжить совместную работу и в ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве. А тем временем правительство Малайзии потребует от местных криптобирж сдачи отчетности. Глава Центрального банка Малайзии рассказал о новой нормативно-правовой базе финансового учреждения, регулирующей использование криптовалюты в стране. Выступая в Куалумпуре на саммите по финансированию борьбы с терроризмом, президент Банка Нигара Малайзия Мухаммад Бин Ибрагим обозначил четкие рекомендации для участников криптовалютного сектора. С 2018-го для тех, кто конвертирует криптовалюты в фиатные деньги, будут созданы так называемые институты отчетности. Они будут уполномочены предоставлять отчеты о подозрительных операциях в целях выявления каналов незаконных денежных операций. В Беларуси прошла молва о том, что батька даст добро на пункты обмена крипты на фиат. В Беларуси может появиться система обмена криптовалют на фиат. Однако это произойдет только после подписания президентом Александром Лукашенко нового декрета о парке высоких технологий. Об этом сообщил директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк, пишет Спутник. В частности, декрет предусматривает введение в гражданский оборот криптовалют и токенов, основанных на технологии блокчейна. Комплексное правовое регулирование позволит резидентам ПВТ оказывать услуги криптобирж, криптообменников, привлекать финансирование посредством ICO, использовать криптовалюты и токены в гражданском обороте. В связи с тем, что рынок фиатных денег более-менее статичен, а рынок криптовалют растет как на дрожжах, в мире появилась тенденция брать займ для инвестирования в крипту. Ну а как показывает практика, гарантия того, что твои инвестиции выгорят 100% – ноль. Соответственно, риски велики как для заемщика, так и для кредитора. Прикольное решение для страховки и защиты подобных сделок для обеих сторон предложил проект FintroX. FintroX – первый в мире блокчейн, основанный на онлайн-рынке и автоматизированной платформе администрирования для финансирования. Подключая заемщиков и инвесторов, позволяя им настраивать и генерировать каждый контракт в режиме реального времени. Технологическая платформа поддерживает эту инновационную модель рынка администрирования для эффективного подключения и обработки спроса и предложения капитала. Платформа устраняет необходимость в физической инфраструктуре и обеспечивает удобство и полную автоматизацию. Повышает эффективность, сокращает ручные процессы и улучшает общий опыт заемщиков и инвесторов. Такое вот решение для этой щекотливой темы. По-моему, в мире это имеет место быть. Ссылка на проект вы сами знаете где. В Украине тема криптовалют понемногу закрепляется на государственном уровне. Представитель компании «Ускутум» и «Киевлегалхакерс» Нестор Дубневич разместил у себя на странице вот такой вот пост. Сегодня о правовых аспектах криптовалют говорят в консервативных стенах высшего админсуда. До этого были Минфин, Нацбанк и много университетов. Распространение идей дезентрализации достигает оптовых объемов. Спасибо организаторам. Ну что, друзья, возвращаясь к разговорам о легализации крипты и токенов в России, хочу поздравить вас с маленькой победой. Основатель компании «Лавка-лавка» написал у себя на странице в Facebook вот такие слова. Этот день настал. Биокоин – первый легальный токен страны. Экспертной группой под руководством Ирины Сидоренко, руководителя межведомственной группы ГДРФ по оценкам риском оборота криптовалюты, которая оказывает Биокоин полное юридическое сопровождение. Подготовлено юридическое заключение. Ну и там же под постом есть ссылка на документ. Этот парень, Борис Акимов, удивил меня дважды сзади. Следующая новость, которую я прошла, звучит так. А бизнесмен Борис Акимов строит на Вологодчине ковчег, чтобы укрыться от апокалипсиса. Известный российский бизнесмен, основатель фермерского корпоратива «Лавка-лавка», Борис Акимов строит в нескольких регионах России, в том числе и в Вологодской области, ковчеги, для того, чтобы встретить в них конец света. Об этом бизнесмен рассказал порталу «Инкраша.ру». Тема апокалипсиса перманентна в моей жизни, рассказал «Инкраша.ру» Борис Акимов. Человек религиозный, православный, я жду конца и готовлю ковчег. Несколько домов по России, в Вологодской области, на острове в Карелии. Строю основное хозяйство в Ярославской области и хочу вывести его на полное самообеспечение. Энергетическое и иное. А вот, нашла еще одну прикольную штуку на странице Кира Келевры. У меня есть один фетиш. Я дико люблю качественные символы. Одним из таких является серебряный браслет Морза. Слога моего любимого – биткоин. Печатать флаги, вымпила или чеканить монетки – в прошлом. Носить серебряный кошелек биткоин теперь можно всегда с собой. Да-да, вы не ошиблись. На обратной стороне реально номер кошелька выбит. Каждому браслету идет символическая сумма в битках, эквивалентно 10 долларам. В подарок и сертификат с приватником. Кто знает, сколько этот браслет будет стоить вам через несколько лет? За изделиями обращайтесь к Евген Кузьмин или на сайте morza.co.products.bitcoin. А еще удобно подарить любую сумму чиновнику. Ну, вы поняли. Короче, такой вот прикольный браслет-кошелек. Why not? Ну что, уважаемые предприниматели, для тех, кто еще не разобрался в том, что такое блокчейн и крипта, но при этом чувствует, что для вашего бизнеса, чтобы выжить на рынке чего-то не хватает, спешу вас обрадовать. 5 декабря состоится супер-эвент под названием Blockchain Intensive для директора. Что вы узнаете? Что такое технология блокчейн? Каковы преимущества ее применения для бизнеса? Где уместно и оправдано внедрение блокчейн-технологии? Как привлечь инвестиции в бизнес через продажу цифровых токенов ICO? Почему стоит инвестировать в блокчейн-проекты? И как определить перспективность того или иного проекта? Правовое поле – российский и зарубежный опыт законодательного регулирования, основные определения, запреты и ограничения. Программа разработана под руководством ведущих экспертов отрасли, руководитель проекта Александр Иванов, основатель и генеральный директор Waves Platform. Друзья, одна из самых масштабных и значимых конференций в завершении 2017 года пройдет в Москве 8 декабря в Сколково. У себя на сайте ребята обещают, что это будет самая глобальная блокчейн-конференция. На ивенте будут 44 спикера, 3000 гостей, среди которых руководители фондов, трейдеры, фаундеры проектов и специалисты мирового уровня. Наш пиар-директор Дима Кришталь будет на этой конференции и специально для вас мы возьмем интервью у трех спикеров, которые там будут выступать. А именно... Кристоф Вандеррек возглавляет NEM I.O. Фондейшн в Европе, а также входит в совет директоров NEM. Ранний криптоэнтузиаст, занимающийся внедрением блокчейн с первых лет существования технологии, занимает позицию Regional Head Europe и отвечает за внедрение блокчейна NEM в бизнес, государственные структуры, а также развивает образовательную деятельность. Маркс Марган, вице-президент по блокчейну и основатель Колу, стартап, занимающийся развитием локальных валют и локальных сообществ. Основатель BitGo, провайдера биткоин-платежей и креатикс, ведущего e-commerce провайдера. Сергей Сергеенко, австралийский предприниматель, SEO-хронобанк, соучредитель ICO Прома. Награжден премией Hot 30 Under 30 и Young Gun in Business. Выступал от лица Австралии на саммитах G20. А на десерт сегодня в моей любимой рубрике чисто поржать ICO Fit Vitalik. Анонимная команда стартаперов запустила ICO. Анонимная команда стартаперов запустила ICO, цель которого отправить Виталика Бутерина в тренажерный зал. Из-за ручьев слез, которые у меня текли, когда я читала об этом проекте, я реально не поняла, парни действительно поржали или всерьез решили позаботиться о Виталике. Но если не вдаваться в подробности, то в дорожной карте есть четкий план превращения Виталика в икону боевиков 90-х. Знаете, такого мускулистого парня с проницательным мужским взглядом. И причем все по делу. Питание, сон, физическая нагрузка. Сразу видно, работают профессионалы. Так что, хотите помочь Виталику? Тогда обратите внимание на этот гениальный проект. А на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось. Кто не подписался на наш канал, срочно подписываемся. Ставим лайки. И да пребудет с вами блокчейн. С вами была Миша. Всем пока.